Чистота – залог успеха. Эта старая добрая поговорка относится не только к быту, к жителям ежедневно гуляющих в парках, отдыхающих на природе, но и к рыбакам. Ведь зачастую они оставляют мусор на территории прибрежной зоны. Какая акция прошла в борьбе за чистоту, смотрите в следующем материале выпуска. На территории нашего района располагаются три группы лиманов – Жестерская, Горькая и Сладковская. На одной из них – Жестерская – состоялась акция «Чистый берег» в рамках экологического субботника по очистке прибрежной зоны от бытового мусора, оставленного недобросовестными рыбаками или отдыхающими. В Сландском районе действует межведомственный координационный совет под председателем Романа Ивановича Сенеговского. Совместно с Министерством природных ресурсов и при поддержке студентов Кубанского государственного университета решили провести акцию «Чистый берег». Ну, хотелось бы также обратиться к рыбакам и охотникам, которые оставляют за собой места, захламлённые мусором. И вот давайте относиться бережно к природе. Участники акции – студенты филиала Кубанского государственного университета. Инициативные и активные молодые люди. Они за здоровый образ жизни и за чистоту и порядок на территории нашего района. Ну, я хотел бы помочь здесь, потому что очень много мусора. Как бы, ну, люди, рыбаки, те же отдыхающие, как бы, не убирают за собой. Ну, надо, как бы, побережнее с этой природой относиться. Как бы, нас это затронуло, и мы собились с друзьями, хотели помочь здесь. Отдыхающие не очень культурно себя ведут, оставляют за собой много грязи. Хотелось бы обратиться к отдыхающим, чтобы они, ну, как бы, культурно себя вели, за собой убирали элементарно. Хотя бы мусор собирали в мешки. Но если есть возможность, можно вывезти с собой и выбросить там, например, в городе. Всего за день с берега было вывезено 15 кубометров мусора. Акция «Чистый берег», конечно, не решила глобальных экологических проблем. Но, тем не менее, показала, что существуют ещё неравнодушные горожане, готовые побороться за чистоту берегов наших водоёмов, не позволить превратиться своей малой родине в гигантскую свалку промышленных и бытовых отходов. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова